Здравствуйте, уважаемые Гроднинцы! Мы с вами находимся в Гроднинском Новом Замке в экспозиции «Удивительный мир природы». Перед вами белый медведь, самый крупный наземный представитель отряда «Хищные». Встречается он в арктической части Евразии и Северной Америки. История этого чучела достаточно интересна. Известно, что около 20 лет, примерно с 1955 до 1975 года, этот медведь жил в Гроднинском зоопарке. И известно также, что он имел кличку «Ураган». Примерно в 1975-76 годах было изготовлено чучело. Оно было изготовлено в таксидермической мастерской Беловежской пущи, заповедника Беловежская пуща. И после этого чучело поступило к нам в музей. Белые медведи отличаются от других видов медведей своими размерами. Они могут достигать веса до тонны. И длина тела может достигать 3 метров. Также отличаются своей формой тела. У них более плоская голова, чем у других видов медведей. И более длинная шея. Шерсть у медведей белая, но иногда может пожелтеть, например, под воздействием солнечных лучей. А кожа, наоборот, черная у этих медведей. Место обитания белых медведей – это дрейфующие льды, потому что именно на дрейфующих льдах и живет их основная добыча – это тюлени. Если нет тюлени, могут охотиться на рыбу, на моржей и на других водных животных. Однако из-за изменения климата состояние льдов меняется год от года. И медведям часто приходится проходить большие расстояния для того, чтобы найти пропитание. Белые медведи занесены в Красную книгу Российской Федерации. Охота на них полностью запрещена с 1956 года. А в некоторых других странах, например, в США, Канаде, Гренландии, охота очень ограничена. Дорогие гроднинцы, эти и другие экспонаты вы можете увидеть в экспозиции «Удивительный мир природы» в новом замке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова